Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, господа! Посмотрите канал Субтитры создавал DimaTorzok Всем приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok До скорого! Нам определённо пора в отпуск! Давно пора! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ты чего там застрял? Ну я кое-что изучал... Вот так это теперь называется? Ну правда... Ты не принесёшь еду? Я почти закончила! Да, конечно! Спасибо! Вот она! Продолжение следует... И... Угу... Всё! Есть! А-а-а-а! Закончила? Да! А-а-а! Ну... Там... Наверняка кочелишневые опечатки... Но есть же редактор... Умираю с голоду... Вкусно! Угу... Ну... Как у тебя дела? Что? М? Я тебя не понял... А-а-а! Прости... Прости... Как у тебя дела? Оу... Очень хорошо... Угу... Ну, всё как обычно... Угу... Я... Выводил из реки кучу всякого хлама... Угу... Да? Ну ты хотя бы искупался... Угу... Был какой-то интересный хлам... Ну да... Просто жемчужина... Это был... Грузовик начала двадцать первого века... Раритет... Аборигены называли их фурами... Ах ты господи... Ну короче это... Серые будни... Лучше про статью расскажи... Ну... Заказ был на такой... Махровый глянец... Про... Туризм в Бангкоке... Но... Вряд ли редакции понравится взятый мною ракурс... Потому что... Я получила просто тонну комментариев... Про то... Какой там сейчас чудовищный смог... Что у людей дыхание... Перехватывает ещё... На траке самолёта... Ну вот... И в общем у меня получилась такая... Энергия... Ах... Ты... Где витаешь? Ну... Я... Здесь. У тебя на петлю. Ах... Серьёзно? Что? Ты рассказывай. Мне очень интересно. Да? Да. И о чем же моя статья? А? Что? Вот это? Угу. Ну, она про древний город в Бангкоке. Ну, не в Бангкоке, а где-то рядом с Бангкоком. Ну, то есть, где-то поблизости от Бангкока. Класс. Слушай, извини. Нет, очень смело, прямо очень... Ну, я же был на стадионе, так? В другой стране. Ну, в общем, да, на стадионе. Джеймсон опять зазывал тебя в Малайзию? Он каждый день зазывает меня в Малайзии. Слушай, я правда думаю, что тебе надо поехать. Да не хочу я. Честно, у него нет разрешения, и... И мы договорились, что больше в такие дела не полезен. Да, просто... Не стоит ему того. Ну, не такой там прям уж риск-то. Ну, подумаешь, разрешение. Позвал бы Салли. Сколько вы не виделись? Елена, давай оставим эту тему. Я просто не хочу, чтобы ты отказывался из-за меня. Я отказываюсь из-за себя. Ясно? Я оценил твой жест, просто... Ладно, пойду-ка я мыть посуду. Стой, я помою. Ну, погоди. Ты вчера мыл. А ты готовила, так что мыть буду я. Ну, или... Или давай лучше что-нибудь прикольное придумаем. Мыть будет тот, кто проиграет. Ты хочешь со мной сыграть? Да. Ну да, давай в эту твою игрушку на приставке. Спорим, я побью твой рекорд. Ты надеешься побить рекорд в моей игрушке на приставке? Ну да, а что, испугалась? Да ты даже название не знаешь. А мне и не надо это знать. Я знаю, что там делать. Там надо бегать и прыгать. А у меня к этому вообще-то прирожденный талант. Правда? Что, трусливая цыпочка, испугалась? Ну все, ладно, ковбой. На, смотри и учись. Я вся внимания. Началось? Нет, грузится. Грузится? Да. Как же долго нужно ждать. Где твое терпение? Когда что-то включаешь, хочешь, чтобы... О, все, началось. Что-то не так? Нет, нет, тут просто... Как тут вообще... Как начать-то? Нажми кнопку старт. Я сам знал. Ну вот. Я знал. Короче, тебе нужно бежать на камеру. Бежать на камеру. Понял. Круг это атака вращения. Вращение. И жать крест для прыжка. А где этот крест? Он справа. Он справа. Убегай от луна. Почему он за мной катится? Просто беги от него. Ничего не сделал. Атакуй вращение. Что мне жать? Круг вращения. Там яма. Ах, что случилось? Ты упал в яму. Знаешь, как мне... Поднимешься. Ты умер. Ну что, когда подошел, я бы смог оттуда выкрутиться. Ему нужно учиться лазать. Меня это всегда спасало. Да, есть, получилось. Ничего. Вот так. Это кто? Лиса? Бандикут. Похоже на лиса. Да. Как лиса. Так, это моя ящика. Зачем лиса? Это моя ящика. Это бандикут. Ну, просто так. Это лиса, хоть и мало. Это бандикут. Какой же это бандикут? А, ты хоть раз их видел? Да, видишь. Но вряд ли они носят кроссовки. Неплохая игра. Правда? Угу. Больно, да? Да уж, наверняка. Чего? И все, что ли? Ты сам нарвался. Это издевательство. Я же почти дошел. Ну, а ты еще попробуй. Давай, все или ничего. Мою машину уже давно пора помнить. Серьезно? Ты меня еще подначить будешь? Там есть режим, называется легкий. Может, включишь? На нем, правда, очень легко. Ты сейчас у меня договоришься. Что ты сделаешь? Я тебя предупреждаю. Что ты сделаешь? Предупреждаю. Ну, по правде, ну, что ты сделаешь? Я тебе сказал. Покажи. Ну, что ты по правде сделаешь? Я тебе устрою. Эй, ты счастлив? Ну, конечно. А ты? Серьезно? Иди сюда. Пока закрыто. Да что ж тебе. Ладно, иду я. Иду. Ну, люди. Да, вам помочь? Я тут ищу своего брата. Он вашего роста. Постройнее. И без такой седины на висках. Сэм. Рад тебя видеть, Нейт. Господи, Сэм. О, ладно, ладно. Полегче, полегче. Как? Я думал, тебя подстрелили. Да, было дело. Вот сюда. Господи. Их врачи, ну, врачи, меня заштопали и тут же, тут же посадили обратно. Ну, я же... Я же выяснял, сто раз проверил. По всем каналам всюду подтверждалось, что ты погиб. Нейт, мы убили охранника. Поэтому они очень хотели сгноить меня в этой камере. И у них почти получилось. Господи, Сэм. Если бы я знал, я клянусь тебе, я бы за тобой... Ты бы вернулся. Я знаю, Нейт. Я знаю. Но важно то, что я выбрался. Эй, эй. Все нормально? Да. Надо на воздух. Ты, я надеюсь, в обморок не упадешь? Я постараюсь. Такие новости знаешь ли. Ну, как... Как ты выбрался? Когда ты выбрался? Как... Как ты вообще меня наш... Так, так, так. Тормози. Лучше сядь. Давай про себя. Я? Да. А что? Ну, мои старые знакомые рассказывают безумные истории. Какие еще истории? Например, как ты висел в вагоне над пропастью в Гималаях. А, это... Ну да, было. Выкладывай. Что я пропустил? Даже не знаю, с чего начать. Давай с лучшей части. Ну... Меня тут как-то подбили на то, чтобы украсть из одного турецкого музея масляную лампу. Вот лампу? Это был артефакт. С потерянных кораблей Марко Поло. В золотах убила их хана. Ага. Да, и как выяснилось, на тех кораблях были не только сокровища, а кое-что похоже. Ну, и все как обычно. Потерянный город разрушен, но... мы из него выбрались. Чудо. Невероятно. Ну, невероятно. Жаль, тебя не было. Нет, я в буквальном смысле не верю. Ты говоришь, что типа наткнулся на очередное легендарное сокровище и отчего-то вдруг опять удалился ни с чем. Ну, вот такова моя планита. Удалось, конечно, прихватить несколько побрякушек. Хватило на машину, дом, кольцо с бриллиантом. Господи, я женился. Что ж, я сразу-то Елена, про которую я... Она моя жена. Я тебя познакомлю. Приходи сегодня к нам в гости. Мы поужинаем. Я ей про тебя расскажу. Черт, надо ей рассказать. Нейт. У меня большие проблемы. Что? О чем ты? Какие проблемы? Знакомо имя Гектора Алькасара. Да, он наркобарон. Угу. Панамский мясник вроде. А что? Ты не поверишь, но... Мы год сидели в одной камере. Так я и выбрался из тюрьмы. Книжку забрасил, да? Куда дико сомел. Слушай. Охрана. Песни поет. Ну, напились, походу. Возможно. Но они довольны. Как можно быть довольным такой убогой жизнью? Убогой работой. Ну, зато их дома женушки ждут. А у нас с тобой что, без обид? У нас есть мечты. И когда мы выберемся, мечты поведут нас в такие дали, какие этим болванам не снились. Ну что ж, меня восхищает твой оптимизм. Что ты сделаешь, когда выйдешь, Сэмюэл? То есть, если я выйду, да ты и сам все знаешь. Да, знаю. Но я хочу услышать от тебя. Я пойду искать величайшее пиратское сокровище, о котором я тебе уже все уши прожужжал. Нет. История о Генри Эвери и его четырехстах миллионах в золоте стала для меня слаще колыбельной. Думаешь, ты их правда найдешь? Если будет шанс, конечно, найду. Абийцы. Как там Эвери говорил? Я человек фортуны, и я поймаю ее за хвост. Мне это нравится. Это еще что? Ну вот это и есть наш шанс. Сеньор Алказер. Мелеку верну. Садимай, деки. Ох, косэмос конэль. Сэмюэл. Ты готов ловить свою фортуну? Да. Бомонос. Охренеть. Остальные все на позиции. В камину. Не надо быть опорта, альплански. Фантастик. И долго ты это планили? С того дня, как оказался здесь. Сэмюэл, живей. Некогда. Нам нужно идти быстро. Ну, нифига себе. Эти люди-садисты. Мы избавим мир от них, а? Вот. Понадобится. Ты помнишь, как надо стрелять? Ну, как-нибудь вспомню. Гектор. Тут же вспыхнет настоящий бунт. Именно. Аганло. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо! Добро пожаловать! 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 Идем! 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 Держи, Семьел. Пей. Нет, нет, спасибо. Мне сейчас ничего не надо. Давай, ты обезвожен. Вот, пей. Спасибо. А? Куда теперь пойдет, Семьел Дрейк? Да, куда же я теперь? Приму в ванну, сплю в настоящей кровати, может, подцеплю себе хорошую бабенку и найду своего брата. По-моему, неплохое начало. Да. Ты прав. Ну, а сколько могут занять поиски сокровища Генри Эвери? О, я не знаю. Нужно добраться до штатов, а там видно будет. Сколько? Ну, я пока еще не начал. Ну, ты же знаешь, где оно? Ну, да, знаю. Просто... Слушай, Эвери же не оставил нам карту с большим красным крестом, ясно? Ну, у меня есть хорошие зацепки. Так, так. Погоди, Мир. Эй, эй, эй. Эй. Тихо, тихо. Ты мне нравишься. И главное, я тебе поверил. Потому ты и здесь. Я, я все найду. Мне просто, просто нужно время. Да, Манкучаев. Видишь ли, какое дело? Меня теперь мучают жестокие сомнения. Так. Гектор, послушай. Я все найду. Клянусь тебе. Сколько? Полгода. Люди линейны. Они всегда просят больше времени, чем надо. Три месяца. За три месяца не во... Три месяца. Мне половина. Справишься? Говори. Три месяца. Три месяца. Тебе половина. Так. Если ты будешь прятать от меня клад или чего доброго, побежишь сдаваться в полицию, я узнаю. Я подкараулю, когда не ждешь. И тогда ты будешь умолять меня о смерти. Ну, вставай Самый ближайший город В десяти километрах туда, в сторону солнца Давненько ты не видел восхода солнца Вамос Как мне тебя найти? Потом Не бойся Придет время, я сам к тебе явлюсь Бенесверти самел Вот, Алькасар меня отпустил и... И я здесь Плохо дело Ну, мы просто пойдем по тому же следу и... А следу? Сэм Да нет никакого следа Когда мы с Рейфом удрали, он купил всю землю вокруг собора святого дисмоса на папочкины деньги Мы там все прочесали, сокровища Эвери нет Хотя Рейф вот не сдался Все эти годы копает придурок, ничего не накопал Я не удивлен Я не удивлен В смысле? Ну, я... я просто тоже немного покопал Ну и... Вряд ли у Рейфа есть это Крутая штука интернет, такое можно найти Просто крест святого дисмоса? Просто тот, что мы нашли, был разбитый и пустой внутри О, а этот целый Эвери сделал их несколько Да Чего не было в том, что мы нашли в Панаме Наверняка до сих пор есть в этом Угу Ну, круто И где же он? О, этот истинный шедевр Пустят с молотка через три дня в поместье Росси Поместье Росси? Ты о нем слышал? Ну, да Как ты собираешься добыть приглашение на эксклюзивный и охраняемый нелегальный аукцион? Ну, приглашение не так уж необходимо, правда? А где ты возьмешь денег, чтобы перебить все ставки? Я могу перезаложить дом, и все равно этого не хватит, чтобы... А, ясно Ты его украдешь Не я А мы? Что? Нет Нет, Сэм, я не могу, я завязал Что? Нет, все, я больше такими вещами не занимаюсь И потом, у меня полно контактов, которые гораздо лучше с такой задачей справятся Это кто? Ну, не знаю, вот... Господи Да хоть Чарли Каттер Нет Вот, к нему я с этим бы и пошел Нет, 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 ни в коем случае Я не доверю Чарли и прочим гражданам из твоего телефона свою жизнь, ясно? Мне нужен ты Ну, должен же быть другой вариант У меня слишком мало времени С Алькасаром нельзя шутить Милая, это я Привет Да, слушай, ты не поверишь Джеймсон только что привез разрешение Да Знаю, знаю, но... В общем, похоже, я все-таки лечу в Малайзию Что там видно? Ну, как водится, шайка благородных жуликов при полном параде И пока никакого Салливана Но время еще есть Хранилище у них находится в доме за тем особняком Тебе оттуда видно? Только самую верхушку Вот бы поглядеть, что они там прячут Нам нужен только крест пирата Эвери Неужто не хочется принести жене безделушку? Смешно Не усложняй Ладно Понял Было бы не так сложно, будь мы с тобой вдвоем Сэм Мы бы уже туда пролезли Вопрос как? А ты хоть придумал запасной план на случай, если Салли нас подведет? Он не подведет А если его поймают? Сэм Он знает хозяев аукциона Сейчас он там со всеми раскланяется, поднимется наверх и откроет нам окно Все схвачено Ну-ну Так, короче Говори прямо А если он смоется с крестом? Да никогда в жизни Виктор Салливан? Мы об одном человеке говорим? Да, он подставлял напарников, но не нас Но не тебя У вас с ним всегда были разногласия Мягко говоря Но я ему верю как себе Он не родной Нет, нет, слушай Я хочу, чтобы ты ему поверил Ладно, ладно Он все сделает как надо Рано или поздно Но надо же на всякий случай подготовиться и к тому, что делать, если... Вот Видишь? Верь Смокинг не запачкай Спасибо Спасибо Прямо не верится Я на свободе С тобой В Италии, а? Да, мне тоже Если б только над нами не висела эта проблема Да Когда нет проблем, тут еще приятней О, а ты что здесь? Не в первый раз? Нет, ну, в третий Бывал тут по делам С Салливан Ну, да Ясно На мост не залезешь Эй, вон там внизу балка Веревку зацепишь? А ты сомневаешься? Смотри Смотри Ну, смотрю Я... Промазал Сделал в движении кистью Дай взгляну Ха, видишь? Да, неплохо Для второй попытки Ну, вперед Видел? О, да ты профи Теперь ты Вот так И куда теперь? Ну, можно зацепиться вон за ту балку Определенно Поменяемся местами Лезь через меня Я держусь Ладно Так, поехали Ха-ха, с первой попытки Ладно, ладно, не задавайся Есть? Давай, Нейт Ты можешь спуститься и перебраться сюда Я сейчас Есть Эта Нейт Парула Парула Можевая Можевая Эй, ты начинался на соревнованиях? Ингильтера Вильченко. Ингильтера? Традиторе. Эй, не скомпинь национальный с реальностью. Все, порядок. Ох, ни хрена себе. Ты видал, какая пушка у этого наемника? А мы с голыми руками. Пушки нам не понадобятся, все пройдет гладко. Хорошо, если так. Ну так, друзья. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok